Ну смотрите, мы сейчас уже с вами выехали на холм Вифлеема, уже находимся в самом городе Вифлееме. Никаких границ, никаких ограничений нет. Мы проехали западный пригород и находимся уже в самом святом городе Вифлееме. Современный Вифлеем построен на двух холмах, а вот именно храм Рождества находится в самой старой части. Мы туда едем, на западный холм. Там находится и самая старая древняя улица, которая была единственной входом Вифлеем. Она называется улица Звезды. Она, как и храм Рождества в 2012 году, внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. И когда проходит рождественская процессия, патриарх Ярусалимский входит в город Вифлеем именно по той улице Звезды. Мы сейчас едем, сейчас с вами повернем на улицу Яслей, а вот патриарх только по улице Звезды проходит, чтобы пройти тот же путь, как сюда шли Дева Мария и Иосиф. Вообще, Вифлеем город маленький. Маленький, население 40 тысяч человек, но если считать с пригородами и с деревеньками, но собираются 120. Но несмотря на маленькую численность населения и несмотря на маленькие размеры этого города, значимость его во всем христианском мире, конечно же, велика, потому что это город, где был рожден Иисус Христос. Ну а рождение Спасителя мы с вами читаем в Евангелии от Луки. Во время правления Кесаря Августа, а в то время здесь правили римляне, Римская империя, как, впрочем, римляне контролировали весь мир в тот период. И в это время выходит указ о первой переписи населения на этой земле. И каждый человек должен был прийти в тот город, откуда он был родом. Иосиф же из Назарета, из Галилеи, вместе с обрученной ему женой Марии, которая была беременна, идут в город Давидов, называемый Вифлеем. Почему Давидов? А это город, где был рожден и помазано царство пророком Самуилом сам царь Давид. Поэтому этот город еще называют город Давидов или царский город. Через тысячу лет после царя Давида рождается новый царь иудейский, Иисус Христос, царский город. Цари отсюда вышли. Когда Иосиф и Мария приходят именно сюда, в город Вифлеем, в город Давидов, на перепис населения, поскольку они сами были из рода Давидовых, они не находят себе места в обители или гостинице. Да, я хочу сказать, что в то время здесь, в Вифлееме, была одна гостиница, но, к сожалению, места там Иосифу и Марии не оказалось. И они спускаются в одну из пещер. А вот чего-чего пещер в Вифлееме было очень много и до сих пор они сохранились. Ведь люди использовали пещеры как подсобное помещение, где содержался домашний скот или какую-то свою утварь. Местный камень, горная порода, позволяет вырубать в скалах такие вот пещеры-помещения, потому что порода мягкая этого камня. И они спускаются в эту пещеру. Там был хлев, скажем так, по-простому. Там были стада барашков и овечек. И когда они спустились, чтобы отдохнуть, настаёт время Деве Марии рожать. И родила она первенца своего, и спеленала его, и положила его в ясельки. Так вот именно ту пещеру, в которую Иосиф и Мария спустились, чтобы отдохнуть, ту пещеру, в которой был рождён Спаситель мира, мы с вами сегодня и посетим. И вы увидите место, где был рождён Иисус Христос. Оно обозначено большой серебряной 14-конечной звездой в белом мраморе. На ней по латыни по кругу написано «Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа». И напротив вы увидите ясельки, куда Дева Мария положила младенца. Ну и, конечно, у вас будет уникальная возможность сейчас прикоснуться ко всем этим святым местам. И не только прикоснуться, вы сможете осветить всё самое дорогое, ценное для вас, как это делают верующие, паломники, туристы, начиная с ваших нательных крестиков, иконочки, сувенирчики, что-то особое с собой привезли, что-то сейчас приобрели. Всё сами своей рукой будете освещать на месте Рождества Христова. Хочу сказать, что в храме можно ставить свечи. Многие у нас спрашивают. Свечи ставятся за здравие, ставятся за упокой. Вы это будете ставить перед чудотворной иконой Виклиемской Божьей Матери. Как нас учили священники, первую свечу человек ставит за себя, за своё здоровье. Вы проговариваете это. Вторую свечу за родных, друзей, родственников. И третью свечу человек забирает с собой. Когда наступает Рождество Христова, вы зажигаете в доме эту свечу, чтобы благодатный и божественный огонь горел у вас.